Так, всем доброго утра, я хотел бы сказать, но время типа 2-3 часа дня уже, и я проснулся только час назад. Я сначала встал по будильнику в 10 часов, думал, типа, сейчас проснусь и пойду гулять. Но я проснулся и такой подумал, типа, блин, камон, за последние две недели я ночевал 10 дней на улице. И это такая редкость и такая радость спать на кровати, типа, что, типа, камон, чувак, какой идти гулять, топи доталово, тем более, что здесь чекаут только в 4 часа дня. И раз уж я сегодня ночью в отеле, давайте я вам расскажу, как искать ночлег в путешествиях и не спать на улице постоянно. Первое это каучсерфинг. Это самое полезное приложение для путешествий. Это приложение, где вы можете найти человека в любой точке мира. Например, вот я познакомился с Адын. Один. Вот. Он из Индии, но сейчас живет в Саудовской Аравии в городе Хайл. И вот я, прежде чем поехать сюда, я зашел в это приложение. В настройках выбрал город Хайл. И мне выдало людей, кто там может принимать. И я отправил запросы. Мои запросы приняли два человека. С одним я просто встретился, а вот Адель, он меня как бы принял. Но, знаете, обычно, как правило, люди принимают у себя дома. Но у него не получается принять у себя дома, так как приезжают братцы его семьей. И он мне просто вот забронировал отель, где я, собственно, ночевал. Всегда удается найти ночлег через каучсерфинг. Во-первых, потому что я одинокий парень, как бы. И хотя у меня есть там практически 100 отзывов. Это очень важно, на самом деле. Вот такой момент. Естественно, там есть как бы рейтинг, верификация и отзывы, по которым вы, в принципе, можете... Как бы доверие. Доверие вызывает больше. Вот. И мне не всегда удается найти, конечно, ночлег. И, знаете, такой лайфхак скажу. Если вы будете, например, с девочкой... Парень с девочкой в тандеме, это вообще самая просто лучшая комбинация для путешествий. Потому что, как бы, и девушка будет в безопасности, а у парня будет больше плюшить, как бы, из-за того, что он с девушкой. Потому что мир помешан, в общем, на кое-чем. Вот. И не всегда удается найти ночлег. И иногда я сплю на улице. Например, сейчас я в Саудовской Аравии. И здесь иногда можно найти открытую мечеть и переночевать в мечети. В общем, бывает всякое. Раньше у меня еще была с собой палатка. Я ночевал в палатке. Но сейчас, вы знаете, такой тепловой мигрант. То, что палатка мне не нужна. Я и избавился от нее. И могу просто поспать на лавочке или в лодке. Или еще где-нибудь. Мне это не имеет значения. А еще бывает так, что, когда ты едешь автостопом, люди просто сами предлагают, как бы, остановиться у них. Это, как правило, местные жители. Либо тоже кто-то предлагает тебе снять отель. Бывают такие случаи. В общем, в принципе, найти ночлег в путешествии довольно-таки просто. Еще бывали случаи, что я просто ходил по улице и знакомился с кем-то. И ребята меня приглашали к себе, в гости. Просто нужно уметь коммуницировать, как бы, с людьми, разговаривать, общаться. Вторая ночь в отеле. Адвилис снова оплатил мне. Вот. И я пересмотрел сейчас вот этот 3 минуты первой части ролика. И подумал, что я как-то все сжато вам рассказал. Типа, да, понятно вроде бы, но ни примеров каких-то не привел, ничего. И я решил, что каждый вопрос буду разбирать более развернуто. Приводить какие-то свои примеры, где у меня много опыта. Начнем с первого года моего путешествия, когда я путешествовал по России. У меня была с собой палатка. И практически все время я очень ходил много в походы. Я посетил Алтай, прошел весь Кавказ и практически постоянно ночевал в палатке. Кроме Кавказа, между прочим. Потому что там постоянно меня приглашали в гости местные жители сами. То есть я шел, гулял и говорили, где ты будешь спать? Я такой, да, вот у меня палатка. Ой, какая палатка? Типа, давай приходи к нам в гости. То есть вот, это первое. У вас всегда может быть с собой палатка. И вы можете быть независимы вообще ни от кого. И ночевать где угодно. Где можно ставить палатку. У меня раньше тоже я боялся. И как бы, если я ехал автостопом, то я мог остановиться. Подходил к заправочным станциям и спрашивал, можно ли поставить где-то рядышком. Потому что нам все равно камеры, освещение и в целом безопасно. Вот. Ночевал в лесу. Много раз тоже спал в палатке. Ну, здесь ничего не скажу. Свой страх и риск, наверное. После того, как я впервые уехал из России, это была страна Египет. Я был вообще абсолютно без опыта. Естественно, я искал какую-то информацию в интернете. И была разная. В общем, вот так скажу. Я, в общем, поехал туда тоже с палаткой. И я ее, наверное, там ни разу не использовал. Потому что мне все говорили, и я читал, что это небезопасно. Что, во-первых, могут быть проблемы с полицией. И там все друг на друга докладывают. Или могут ограбить, или еще что-то. В общем, сейчас уже, когда у меня есть опыт большой путешествия, я вот так скажу, что я бы вот просто поставил палатку и лег бы спать там. Но на улице там спать, опять же, в африканской части, на африканском континенте, там небезопасно. На Синае, вот там, в Синайском полуострове, вполне можно. Никто там ничего не сделает. И, в общем, там я ночевал первое время по дешевым хостелам. Ну, они были в районе трех долларов. Не помню сейчас, это было два года назад примерно. И потом я решил, что нужно экономить деньги. Я же путешествую все-таки без денег. И у меня их не так много было на тот момент. И я начал спать просто где-то на улице, на стройках каких-то. Но это тоже не всегда прикольно было. Потому что хочется как бы помыться, постираться. А я говорю, у меня еще просто не было опыта. И я начал экспериментировать. И в один из вечеров я просто решил, что подойду к кому-нибудь и спрошу, может, у кого-то есть какое-то место для ночлега бесплатно. И действительно, сразу же, сразу же, прикиньте, я выбрал такого мужичка. Он такой в пиджачке был, стоял. Он оказался как бы работником ресторана зазывалый. Вот он, просто приглашал людей в ресторан. И я к нему подошел, объяснил на своем ломаном английском на тот момент. Потому что вообще еще не умел разговаривать, общаться. И он такой, да, да, без проблем. Вот, заходи в кафе, они принесли мне чай, посадили за стол. Говорят, жди, мы скоро закроемся и будешь тут спать, типа, короче. Я такой, вау, нифига себе. И, блин, это круто. Это было в городе Дахаб. И на берегу красного чистейшего моря я проснулся с первыми лучами солнца. О, это было просто балдеж. Ну, зато, знаете, в безопасности. Потому что первую ночь, когда я ночевал на стройке в Египте, это тоже было в Дахабе, я проснулся ночью, я всплю чутко и проснулся от шороха, включая резко фонарик на телефоне. А там стоит просто черное лицо и говорит, что-то, что-то, в общем, говорит, я уже не помню. И просто забирает картонку. Кажется, там в углу лежала картонка, я ее видел. И он такой, типа, ну, что-то сказал и просто уходит, в другую комнату. Видимо, это был его дом, а я занял его комнату. Вот, в общем, было смешно, да. И вот, в общем, можете просто подходить к людям. Просто подходить к людям, спрашивать, не бояться. За вопрос спроса нет, как бы, знаете, такой момент. Следующий момент. Таблички. Когда я начал играть музыку на улице, ну, про это я уже расскажу в следующем видео, в общем, я писал на картонке, что вот путешествую вокруг Света, ищу ночлег без денег. Вот, и тоже это действительно работало. Я использовал это не один раз, но всегда по-разному приходилось ждать. Самое большее, я просидел так часа два, наверное, но при этом я еще чуть-чуть подзаработал денег. Но в итоге подошел парень и говорит, о, привет, ты путешественник? Типа, давай, let's go ко мне. Я такой, окей, и все. И вот на два дня мы в итоге подружились. Это было в Турции. Один момент был такой, знаете, я так же сел с табличкой, и вы представляете, я только ее поставил, и сразу же в этот же момент остановился парень, говорит, вау, привет! А он вообще не говорил по-английски, мы общались с ним через переводчик, но он в итоге тоже разрешил у него остаться, и мы тоже до сих пор общаемся. И вот несколько дней я у него находился. Сейчас я вот путешествую вообще без палатки, потому что, ну, теплая страна, безопасная страна. Видите, это все индивидуально как-то в каждой стране. То есть, например, я путешествовал по балканским странам, да, я там ночевал только в хостелах и в отелях, потому что у меня была там возможность. Я играл музыку на улице, там, и мог зарабатывать. Вот. И, то есть, за полтора месяца я там вот ночевал исключительно в отелях и в хостелах через Букинг, опять же, да. Сейчас в Саудовской Аравии почему мне приходится спать на улице периодически? Во-первых, это безопасная страна, но на балканских странах я бы не стал спать просто на улице, потому что это небезопасно. А в Саудовской Аравии ты можешь спокойно лечь где угодно, уснуть, и ничего с тобой не будет. Скорее всего, ты даже проснешься, рядом будет стоять еда или лежать деньги. Серьезно вам говорю. Вот. И, да, безопасность. И я не могу здесь играть музыку на улице, у меня просто нет денег здесь, вот, чтобы оплачивать. Ну, и плюс это еще дорого. Даже если бы они у меня были, я бы просто не согласился потратить 4000 рублей просто за комнату, чтобы поспать одну ночь. Мне проще переночевать где-нибудь в лодке, знаете, вот как в том видосе. Вот. Поэтому, ну, нужно учитывать вот такие факторы, как, да, безопасность и прочее, прочее. Поэтому скажу, что вот бывает по-разному, как вы поняли. Бывает вот так, бывает вот так. Но в любом случае, меня все устраивает. Я рад, я путешествую, я всегда этого хотел. И поэтому, если вам откликнулось это видео, поставьте лайк, подпишитесь, залетайте в Телеграм, там все о моих приключениях. Спасибо за просмотр и пока!